У нас 8 сентября 2017 года. Тут подходим к брату Игорю Глушкову. Вот его дрова тут. Березовые хорошие такие. Можно поразмяться в них хорошо. Вот он там что-то там сверкает. Он мастер на все руки в этих делах, в технике. Не верь тебе, брат. Вам не надо дрова поколоть? Вот, смотри. А что ты делать хочешь? У нас посерьезнее. Обольстился, да? Скукейте эту. Я сам делаю. А как ты суховатую будешь делать? В легкую. В легкую все. Она ее режет, рвет. И суховатую? Да. Принесите любую чурку. Посмотреть надо бы хоть как. Тогда мы суховатую киев принесем. Да, да. Несите. Да? Да. Володя, а вот которые там откидали, там сколько, на тележке, привези, пусть он расколет. А то не могут. Вот когда сделают, когда сделают. Да уже можно принести. Да? Да. А ты можешь сейчас показать? Да. Так давай. Везите. Нет, вот на твоих хотя бы. Ты сначала попробуй. Ты что? Да я вон переколотил уже. Ну, я видел какие у вас. У меня там вот такая одна тройная попалась, вот такая тройная. Она ее разорвала. Иначе, давайте я принесу чурку, прямо сейчас и покажем. Ну, а что, да кто-то оторви, да и все. Нет, а зачем? Сейчас я варить, мне приварить надо. А, приварить, мы привариваем. Он варит, он не будет сейчас делать. А когда можно? Я сделаю, прямо везите. Когда? Да хоть сейчас везите я сделаю. Я прервусь и сделаю. Ну, на тележке ты понял, что которые там в ямке-то стоят у тебя? Ну, можно попробовать, я посмотрел бы. И зато какая-нибудь причина найдется, чтобы не делать. Несите, несите. То не такого цвета, то не такой конфигурации. Ну, ладно, давай, иди. На, колу теперь нам вообще не нужен. Это твоя должность, считай, в прошлом. Ну, да, она уже и так убавляет. Ну, давай. Вот это вот такая установка. Вот из этого, что сейчас есть, трактор какое-то отношение имеет к этому? Конечно, от него это гидроцелидовое... А у кого трактора нет, что он сделает? Ну, вообще делают стационарную или передвижную, но все делают здесь. Либо электродвигатель ставят на насос, и он гоняет, подсоединяется. А я просто, чтобы ускорить все это дело, и у меня на тракторе уже гидравлика-то готова. Грефер-то уже есть. Вот. И поэтому тут маленечко. Тележка была, я ее обрезал. Металл был, что-то купил. Цилиндр. Это все с трактора, с гидэта, с грефера. Братья. Надо было на тележке привезти. Они руками тащат их. Да я, и что, сам-то. Ну, ты даешь, а? Да как-то ты еще тащишь-то? Конечно, надорвешься и все. Береза, а ты клен. Ну, тащи давай. Ну, пошли теперь. В гости тебе. Тут крапивы. Ну, Никита, а? Ну, давай-давай. Так ты расколешь, так тебе ее отдавать? Или можем забрать назад? Ага. Поленья-то. А с этой стороны надо? Или с этой стороны заходи вот сюда? Никита обнял какую. Так легче, чем не стучит. Вот легче. Ага. Сейчас я ее заведу. Отойди. Мы не знаем, какие последствия-то. Ага. Ага. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добери 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 DimaTorzok Продолжение следует... 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 Специально купил? Да. А кто его варил? Ты? Нет, я мастеру отдавал, он мне сварил все это. Остальное все мое. Ну, этого наклон должен быть определенный. Ну, вот это вот тоже на чермете я купил. Это нож с плоскореза. А что делать? Там сталь специальная. Плоскорез? Это вот поднимает верхний слой земли? Да, да, да. Там сталь специальная крепкая. И во что тебе обошлись покупки эти? Ну, я не считал, но приблизительно около 20 тысяч. Тысяч? Да. Так, теперь... Работа дорогая. Так, теперь... Вот это уши, вот это он фрезеровал, подгонял пальцы все. А вот эта вот красная труба, это у тебя свое? Да, это у меня с грифера. Если бы все это покупать, это бы... Вообще, они такие стоят, вот Вылково продают, ребят. Я, правда, не видел, мне этот мастер говорил. Около 100 тысяч. 100 тысяч. Когда все, приходишь, заплатил, забрал и работаешь. Ну, 100 тысяч, а вот отломил, а теперь уже опять платить надо. Так? Мы поначалу... А она нужна, вот эта штука была тебе? Ну, как сказать? Конечно. То есть сразу на 4 части брали бы. Ну, я ее попробую приварить. Ну, теперь труднее будет, она попортила тебе. Ну, я ее заточу. А ты ему расскажи, скажи, вот такая... Поначалу он мне и советовал с одним сделать. Он и делает все колуны с одним. Я ему потом позвонил, давай, говорю, сделаем с четырех. Если не пойдет, я их обрежу. Ну, ладно, на этом порешили. Как его звать-то? Евгений. Евгений, благословим. Ну, что сказать? По интернету показывают, которые там, они сосновые, без единого свечка давят. Ну, кого тут? А эта машина, трактор, это, знаешь, самоубийца. А когда у нее стоять, надо обязательно двоим. Тебя что-то засыпало, ты хоть глаза выхоти, а ничего не сделаешь. Не, я же одну руку. Забудешь. Я же одну руку. Надо, чтобы кто-то был рядом, который принимает, и умел бы дернуть рычаги. То есть, бывает критический момент, когда вовремя комбайн остановить. Человека замотало уже. Ну, туда, чтобы не замотало, нечего лезть. Это разговаривает так. А сколько погибло людей? Ну, я вот так думаю, Игнать Иванович. А? Я все-таки так думаю, что вот лучшие, которые легко колются, вручную расколоть. Да. А вот такие вот, сучковатые здесь уже. Иначе ты много солярки сожгешь. Очень много. Так, сколько он за час съедает? Вот я вижу, он напряженно работал. Я не знаю, сколько за час, но вот когда я на сенокосе работаю, на сенокосе летом в жару, вот у него бак 40 литров, мне хватало в упор работать, это дня 3-4. Дня? Да, это я с утра. Ну, а вот это он, видно, что с напрягом работает. Ну, он два цилиндра, он очень мало кушает, очень. А у Игоря сколько цилиндров? Ну, у него 4, у него МТЗ-80, у него в 2 раза, в 3 раза больше кушает. Он мощнее. Такой же? Нет, не такой же. Ну, по виду-то вроде маленький. А такой же, то же самое, тоже мало кушает. Какая система, как трактор называется? Т-16. А? Т-16. Т-16. Ну, я беру гидравлику, то я ему сам отдельно гидравлику делал. От вала отбора мощности, редуктор, там насос, вся гидравлика сбоку. Это не тракторная гидравлика. А то у тебя новое поставил, ты для него. Нет, это я делал для грефера. Греферы я же делал, вся эта система у меня осталась. А что грефер у тебя означает? Грефер, это, ну, я сено грузил, разгружал. Я ему рука, железная рука, манипулятор называется. У нас-то ничего этого не было. У нас главный кольщик был отец с одной рукой. Он молодой был, людям нанимался, а потом с одной рукой. И брат приехал, и они щурки не могли расколоть. И все рёдку забросали, а теперь выпили. А тебе стал, когда брат, холера, это обманули. Он обойдёт щурку, посмотрит, что где-то. С одной рукой все щурки расколет. Это специалист. Не, ну такие-то сложные, конечно, это очень сложные щурки. Ну, понятно. Спаси, Христос. Я боюсь за тебя. Техника страшная. Опасная. Притом она уже пошла, тут... А, брат, а возвращение назад ты сам делаешь? Да, сам делаешь. Вот я регулирую, вот я работаю. Ну, я тебе желаю блага. Только будь аккуратнее. Не знаю. Вот Володя сказал, Володина предложение, самое правильное. Которое колется, колоть колуном. Никуда это не пойдёт, вот это. Который колется, он здесь влёг, он намного быстрее. Ты видел, сколько? Сколько времени прошло? Минуты две-три? Звукоролик длится. Ну, сколько? Двадцать пять минут идёт. Ну, двадцать пять из них сколько? Ну, минут пятнадцать. Ну, и сколько вот? Вот намного быстрее на нём. Ты хочешь презентацию дать, но потеряю, показать? Я ничего не хочу. Я просто говорю, что им быстрее работается, чем руками. А ну, а если попробовать ты чурку, я чурку? Нет, которая простая. Ты не чурку, а ты машину давай, вот машину. Ты на этой машине устанешь и сядешь отдыхать. А он будет работать и работать. А ты-то работаешь-то, ты-то и устанешь. Он сам-то, ему бы свалил, сказал, иди работай. Он не будет. Каждую чурку ты берёшь, ставишь, подправляешь, он её выгибает. Вот стол. Сюда докладываешь, поднимаешь и есть. А, нет. Вот показывает, как колят колуном, который... Ты знаете, что на него не облокачивайтесь. Под разным, вот так кругом ставят, который без стучков-то. И пошёл по кругу, идёт, и колотит, и все развалятся. Очень быстро колят. Всё равно человеческий фактор, он есть, присутствует. Человек устал или ещё что-то. А машина есть машина, она работает и работает. А тут человеческий фактор. Задумался или что-то засыпало, и смерть опасная машина. Ну, может быть. Очень опасная, очень. Это брат самоубийцы. Но ты это показал. А когда спина болит, а колоть надо, что делать? Нанимать Володю. Володя потом самого спина будет болеть. Вон был у Семёна Сиськова, там этого... У Семёна колол-то, а маленький, его не видать из-за забора. А он там нанимал, они, говорят, целую неделю, кольщики-то были. А что у тебя за такой кольщик-то, говорю? Только колонн мелькает из-за забора. Ну, дай Бог тебе мудрости, внимание и не ошибиться. У тебя здесь, как, знаешь, сапёр, одна ошибка. Одна. И осознать ты её даже не успеешь. Я бы лучше... Вот эти большие, которые у нас не расколоты. Я говорил, у нас русская печь, когда растопится в русскую печь, она там долго горит. Да. Вот этот вот, мы его не докололи. Вот этот чур, этот... Не надо, мне больно смотреть. Ты опасно работаешь. Ну ладно, для этого, сохраним его. Спаси Христос, брат мой. Господи, слава тебе. Сохрани, брата Игоря, от несчастного случая, чтобы имя Твое Святое славилось через детей Твоих. Благослови это дома живущих здесь, дабы во всяком деле мы желали иметь Твое присутствие и жить для Тебя. Хвала Тебя, наш Иисус, Отец, ценный Святой Дух. Аминь. 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 Спаси Христос. Спаси Христос, брат, да. Показал. Действительно работает. Я даже думаю, как я в интернете смотрел-то, дай ему настоящие-то. У него не пойдет еще. Как раз ты прошел время, у батюшки там были эти березовые, они бы здесь сгодились бы. Березовые? Я там руки оставил на них, вон там. Во! Кормилец. Володя расколол этих машин, знаешь, сколько? Да, догадываюсь. Ну, да. Все, повезли. Давайте с Богом. С Богом, брат. Может, усовершенствуешь потом. С Божьей помощью. Слава Христу! Слава Христу!